В преддверии зимы подключение газовых коммуникаций для жителей дома на улице Шевченко стало настоящим событием. Этому предшествовала сложная совместная работа застройщика микрорайона и администрации города с газовщиками. Очень большое понимание у нас было со стороны администрации в лице Сергея Павловича Сергеева. Его работники, помощники, чтобы очень тоже помогали. Но большую благодарность именно Сергею Павловичу Сергееву, который очень много помог нам. Выходил с ходатайственными письмами на Крайгаз. Решили вопрос, и Забураева он туда отправлял, чтобы он туда поехал вместе с нами, ездили все. Вот это я скажу, что большое спасибо. Три корпуса уже подключены к газораспределительной станции. Этого здесь ждали в течение двух лет. Мы, Горгаз и Крайгаз, мы нашли, так сказать, взаимопонимание. И первые счастливчики 73-х квартир, которые определили определенный объем, будут включаться с сегодняшнего дня. И в дальнейшем мы рассчитываем на то, что это, допустим, первый этап. И в дальнейшем пойдется, так сказать, планово будут подключаться и все остальные потребители, которые живут в этом доме. Особенность этого жилого комплекса в том, что каждая квартира имеет собственное индивидуальное отопление. Это позволяет не только самостоятельно контролировать температуру, но и избежать затрат, связанных с недобросовестными плательщиками. Каждый платит сам за себя. Жильцами уже работает сервисная компания, которая готовит отдельные проекты на подключение квартир. Теперь, по закону, каждый из них должен заключить договор с Горгазом. Все идет согласно графику и расписанию, как все планировалось. От нас задержек не было никаких. Я еще раз говорю, мы свои работы выполняли число в число, как все планировалось. Газ подан. Сейчас остались нюансы последней этапы оформления и пуск газа непосредственно в квартире. Параллельно с этим готовится пакет документов о передаче внутренних газовых коммуникаций представителям управляющей компании. В будущем они обеспечат обслуживание и сервис сетей, а также станут посредником между поставщиком и потребителем.